Всем привет! Каждый из вас покупает яйца, скорее всего, в таких же лотках. Так вот, не спешите их выбрасывать. Сегодня я вам покажу, как можно использовать данный лоток. Или можно сказать, как грамотно его утилизировать в нужных целях. В первую очередь нужно обратить внимание, что он изготовлен из вот такого вот материала. П.С. номер 6. Честно говоря, я не знаю, что это значит. Если вы знаете, напишите, пожалуйста, в комментариях. Теперь нужно удалить вот эту наклейку. Она не понадобится. К сожалению, полностью удалить эту наклейку не получается, так как сильно она приклеена. Приняю решение просто ее вырезать обычным канцелярским ножом. Все, теперь вот что у нас осталось. Далее нужно его порезать на полосочки. Для этого беру обычные ножницы и приступаю к нарезке. Вот материал, который мне понадобится для сегодняшней идеи. Далее берем обычный ацетон, баночку, в моем случае стеклянную, и наливаем пол баночки ацетона примерно. Теперь, друзья, берем заранее заготовленные вот такие вот полосочки от лотка для яиц и растворяем их в ацетоне. Вот что осталось от лотка для яиц. Теперь маленько все это размешаем и сольем лишний ацетон. Ну а теперь расскажу, как можно использовать получившийся состав. Например, у провода для зарядки телефона повредилась наружная изоляция. Эту проблему можно устранить, нанеся вот этот состав, и ваш кабель будет как новый. Давайте же это попробуем сделать и проверим после того, как он высохнет. Как вы видите, он засыхает практически на глазах моментально. Формируем нужную нам форму и даем застыть ремонтному соединению. Также получившийся состав можно использовать в качестве клея. Для этого взял два вот таких вот обрезка доски толщиной 2 мм. Попробуем их склеить в одном месте. Наносим состав. Так вот, все это дело прижимаем. Все убираем, пока оно не высохнет. Но я думаю, часа два подождем и посмотрим. Также можно попробовать склеить вот такой вот, например, пластиковый стакан. Как вы видите, он у меня сломался. Сейчас попробуем его соединить. Это место хорошенечко вытираем. Видите, он немного грязный. Я не стал его весь мыть. Вдруг не получится заклеить. Можно его будет просто выбросить. Поэтому вытираем место, на которое будем наносить получившийся состав. Так, ну и последнее. Хочу попробовать склеить две вот таких вот пластиковых пластиночки между собой. И посмотрим, что из этого получится. Высыхает просто мгновенно. Поэтому вот сейчас вот таким вот способом я все это дело разглажу и склею. Как высохнет, будем пробовать их оторвать. Осталось у меня немного, что-то наподобие вот такого вот жидкого пластика. И попробую его сейчас залить вот в эту канавочку. В общем, нанес. Пускай высыхает. Примерно часа через два он уже должен застыть. Итак, друзья, прошло два часа. Давайте же посмотрим, что у нас стало с кабелем. Довольно прочное соединение. Эластичное. Вот я его гну по-всякому. Ничего не трескается. Ничего не ломается. То есть, в принципе, можете брать на заметку. Для ремонта каких-то кабелей вполне подойдет. Но опять же, оплетка у всех состоит из разного материала. Поэтому не факт, что к другому кабелю это подойдет. Но именно к моему USB кабелю этот вариант отлично подошел и заватал повреждения. Давайте теперь проверим два кусочка доски, которые я обрезал и приклеил. Попробуем их на изгиб. То есть, вы понимаете, да, какая нагрузка идет, если они прогибаются. В общем, как клей вполне подходит для дерева в самый раз. Берем на заметку. Так, давайте посмотрим, как держится наш пластиковый стаканчик. На изгиб то же самое, видите, все держится. Так что, друзья, как вариант заклеивания трещин в пластике, можно использовать данный рецепт, так сказать. Так, давайте еще проверим вот эту вот доску, которую я залил. Ну, смотрите, за два часа затвердела только вот эта часть. Получилась она очень гладкая. Пальцем проводишь. Просто супер. Почему-то она пузырится. То есть, где большой слой, она еще не просохла. Сейчас попробую по ней твердкой постучать и отковырять ее. Ну, как бы вот, да, маленько потрескалась, но то самое интересное, похоже, как трещина от стекла. Вот видите. Все равно пальцем она не берется. Вот, твердкой сковырнул. Ну, получается вот такая консистенция, чем-то похожа на стекло. Ну, тоже не до конца еще просохла. Видите, она гнется. В принципе, как защитное покрытие. Вполне даже неплохое. Он будет намного крепче держать, чем обычный лак. То есть, иметь защитные свойства и надежнее, ну, на мой взгляд, чем обычный лак. Ну, и напоследок попробуем два вот этих пластиковых отрезочка расклеить. Но, честно говоря, что-то мне подсказывает, что они расклеятся без проблем. Потому что, когда я наносил клей, он как-то отставал. То есть, он даже, можно сказать, как вода скатывается капельками, когда на масляную поверхность ее наносишь. Так и тут. Такое впечатление, что вот этот пластик чем-то покрыт был. Поэтому, я больше чем уверен, видите, он, ну, как бы, как бы вот так вот. Он даже еще не высох. Вот, видите. Он просто еще не высох. Вот. Продолжение следует...